Наконец-то до нас дошел в VaporShark на топовой и по сей день плате DNA200. Я ничего не буду рассказывать про эту плату, потому что эта тема обмассолена и обсосана уже 300 тысяч раз. Давайте перейдем к обзору самого бокса. Меня всегда радовали коробки, в которых поставляются VaporShark. Они чем-то мне напоминают коробки, в которых продаются iPod Touch. С одной стороны у нас расписаны hotkey для переключения между режимами, а с другой стороны ключевые особенности этого мода. Но главное, на что стоит обратить внимание, это то, что VaporShark идет со встроенной литий-полимерным аккумулятором на 900 мАч. Это не так много, но об этом поговорим позже. А снизу у нас идет дисклеймер, в котором написано, что VaporShark это девайс для продвинутых пользователей и что перед использованием такового обязательно нужно прочитать юзер мануал. Как я люблю такие надписи. Когда ты берешь девайс в руки в первый раз, то впечатление невероятное. Он очень легкий и в руках он лежит как девайс в 200 долларов. То есть тактильный, он просто очень крут. И он очень качественно сделан. То есть это тебе не или по стик соточку в руках подержать. Как я уже и говорил, он очень легкий. Весит всего 165 грамм. Для сравнения, если взять RIGS с клубом и с дрипкой, он весит 280 грамм. Но вы понимаете. Высота его составляет 89 миллиметров. Длина 48 миллиметров, а толщина 23,5 миллиметра. Корпус VaporShark выполнен из анодированного алюминия, на которой окислением нанесли черную краску и все это дело еще и прорезинено. Сверху у нас расположились 4 выемки для атомайзеров с нижним обдувом, которых я не видел с 2012 года. Но, тем не менее, они здесь есть. А также здесь подпружиненный пин, что позволит любому атому сюда встать без проблем. С передней стороны у нас расположилась кнопка Fire, которая подсвечивается почему-то филе этого цвета. Кнопка плюс и минус, а также порт для microUSB кабеля, он же порт для зарядки. В самом шарке есть функция быстрой зарядки Zip Charge, которая позволяет вам от 2 амперного адаптера быстро зарядить ваш девайс всего за 90 минут. Но, тем не менее, его также можно заряжать и от ноутбуков, и от адаптера в машине. То есть, заряжаться будет медленнее, но все равно паструшечка будет работать. А с обратной стороны у нас расположился тег под аккумулятор. Здесь стоит встроенный 900 мАч литий-полимерный аккумулятор, что не так много для повседневного использования. На самом деле его можно и заменить на какой-нибудь более емкостный аккумулятор. Но производитель этого не рекомендует. Говорит типа все на свой страх и риск. И уже по традиции снизу расположен дисплей. Вейпор шарке на всей своей модели его располагали снизу. Но, тем не менее, практичности это никак не коснулось. Здесь установлен такой бортик, который не даст поцарапаться экрану, когда вы будете ставить его на стол. То есть, лоис. В целом, девайс вышел действительно очень крутым. Единственная моя придирка к нему, это к его аккумулятору. То есть, 900 мАч хватит едва, если вы будете использовать его целый день на 70-80 ваттах. Если вы вдруг надумаете попробовать напастнуть при 200 ваттах, то, конечно же, вы просто за три затяжки снесете треть аккумулятора. То есть, этот девайс не предназначен для таких мощностей, хотя они здесь возможны. Конечно же, если закрыть глаза на емкость аккумулятора, и вы горите желанием выделиться из толпы людей с рыцами, и купить невероятно качественный и продуманный до мелочей девайс, то вейпор шарк это ваш выбор. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Надеемся, оно было полезным для вас. И не забывайте подписываться на наш канал. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.